В июне 2020 года должны вступить в силу изменения в закон о техосмотре. Незаконную продажу диагностических карт власти надеются искоренить введением электронных документов. Бумажная карта будет выдаваться лишь по запросу тем, кто намерен выехать за границу. Правда, с этим пока сложности. Производители этой услуги говорят о том, что затраты на создание IT-систем, которые нужны для электронных диагностических карт, превышают их возможности. Оператором единой системы выступит ГИБДД. Каждое посещение пункта техосмотра должно быть зафиксировано в базе и подтверждено фотографиями. Начало и окончание процедуры, а также ВИН-номера. Камеры операторам техосмотра придется установить за свой счет. Заплатить придется и за новые разрешения. Выдает их Российский союз автостраховщиков, который посетит и аккредитует пункты техосмотра по всей стране. И затраты на эти командировки могут ощутимо поднять цену лицензий. Однако стоимость техосмотра регулируется региональными властями. И если возросшие затраты по цепочке не возложат на водителей, то техосмотр может стать убыточным бизнесом. Прозвучало на совещании с производителями этих услуг, которые являются представителями малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, прозвучало о том, что они себе с трудом представляют, как все это можно будет сделать. Вплоть до того, что было обращение о моратории на введение этого закона в июне 2020 года. Когда нововведения вступят в силу, сотрудники ГИБДД наряду с полисом ОСАГО начнут проверять у водителей и диагностические карты. Штраф за ее отсутствие составит 2500 рублей. Редактор субтитров А.Семкин